Большое количество обращений граждан по вопросу формирования городского округа было зафиксировано в минувшем году в Люберецкой прокуратуре. Об этом рассказали сотрудники ведомства на встрече с представителями СМИ в рамках отчёта о своей деятельности. Во всех отношениях тяжёлый год. Так охарактеризовали люберецкие прокуроры 2016-й. Однако, несмотря на все сложности, удалось добиться снижения криминальной обстановки. Так, особо тяжких и тяжких преступлений, умышленных убийств, а также разбоев и грабежей стало гораздо меньше, чем в 2015-м. Впрочем, некоторые показатели, наоборот, увеличились в разы. Остаётся большой проблемой состояние этнопреступности. Этнопреступность составляет свыше 7%. Значительно увеличилось число преступлений в части организации незаконной миграции по 322-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Таких преступлений зарегистрировано 290. Чаще всего в муниципалитете совершают преступления, связанные с наркотиками и хищениями из квартир. Также в центре внимания прокуратуры в 2016-м оказались и вопросы создания городского округа. Это связано с многочисленными обращениями граждан. Решение состоялось на основе федерального закона, на основе действующих нормативных правовых актов и проверено нами, городской прокуратурой. В адрес заявителей мы подготовили ответы о том, что нарушение закона не допущено при проведении процедуры. Она состоялась, она легитимна. Вопрос соблюдения жилищных прав граждан. Проблема, которая сегодня особенно актуальна. Сейчас повсеместно ведётся перерасчёт коммунальных услуг. Прокуроры проверяют честность практически всех управляющих компаний. Нарушения сводились к незаконному выставлению счетов на оплату за жилищно-коммунальные услуги, завышению тарифов, неправильному перерасчёту. Нарушения сводились к неправильному и неполному содержанию жилых домов, жилого сектора. Совместно с жилищной инспекцией проводились проверки, принимались меры реагирования. В завершении встречи люберецкие прокуроры поставили задачи на 2017 год. Одними из приоритетных направлений станут развитие программы «Безопасный регион», противостояние коррупции, а также противодействие терроризму и экстремизму на территории городского округа. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.